Роман Головня, экс-заместитель городского главы Херсона. Роман, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как прошли сутки и ночь на Херсонщине. Ночь прошла относительно спокойно, если можно так назвать. Были слышны взрывы в пригороде. Был обстрел вечером в 17.00. Несколько сильных взрывов недалеко от центра города. Были слышны прилеты. Фанты регулярно обстреливают в город с разной интенсивностью. Если мы говорим до 10 обстрелов в город, то минимум 10-15 снарядов, которые прилетают по мирным решителям, по мирной инфраструктуре города Херсона, то это, в принципе, небольшая цифра. Как мне тяжело это конструктировать. Роман, какие, кроме самого Херсона, населенные пункты еще попадают часто под обстрел? За последние, по крайней мере, сутки. Если мы берем всю правобережную часть Херсонской области, все населенные пункты, которые находятся на побережье речки Днепр и на расстоянии около 20 километров от побережья, фактически все с той или иной интенсивностью поддаются обстрелам оккупантам. Это Береслав, Береславский район и выше, в сторону Никополя, населенные пункты. Это Тягинка, это Токаревка, Ивановка, Дарьевка. Это мы движемся в сторону Херсона по речке Днепр. И непосредственно сам город Херсон с его пригородом. Там Садовый населенный пункт, Антоновка, Камышаны, Белозерка в сторону уже Черного моря, Кизамыс. Там тоже Станиславская ОТГ. Эти все населенные пункты с разной интенсивностью поддаются обстрелам. Еще раз хочу акцентировать внимание на том, что пригород Херсона и те села, которые непосредственно находятся на берегу, и микрорайоны города Херсона, которые прибережны, они очень интенсивно и регулярно обстреливаются террористической армией Российской Федерации. Вот буквально днями, несколько дней назад, город Береслав, о котором вы упомянули, его Российская армия целый день обстреливала. В чем цель таких атак, кроме просто запугивания, терроризирования мирных жителей этого городка и пригорода? Я думаю, что часто этот вопрос задают, потому что нет на него какого-то логического, понятного ответа. Я думаю, что основная причина таких обстрелов мирных городов – это создание некого информационного повода. Как бы это ни выглядело парадоксально и, скажем так, дико для простого обывателя, но они, терроризируя мирное население, убивая мирное население, заставляют нас с вами об этом говорить. И таким образом они, скажем так, усиливают тот эффект информационной присутствия войск на левом берегу. Они часто задействуют механизм ротации и передвижения техники на левом берегу. Я думаю, что они часто достаточно некие зоны оставляют незакрытыми своими войсками. И для того, чтобы создать эффект присутствия, они убивают мирное население правобережной части Херсонской области. Роман, неоднократно уже были ситуации, когда херсонцы, ну мы сейчас даже о Херсоне будем говорить, херсонские мирные жители гибли после обстрелов по таким вот местам скопления, что называется, и остановки, и места выдачи гуманитарной помощи и так далее. То есть ведется ли какая-то работа в хотя бы каких-то таких попытках защитить вот такие вот места, создать там какие-то пункты для того, чтобы можно было хотя бы укрыться в какие-то короткие сроки, потому что там вопрос обстрела это несколько секунд. Да, действительно, эта проблема очень стоит и серьезно сегодня. Уже практически 5 месяцев, когда оккупирована территория города Херсона. И одна из причин, наверное, смещения предыдущей городской военной администрации, это плохая работа в этом направлении по защите мирных граждан на улице. И вопрос стоит очень серьезно сегодня. С моей точки зрения, сегодня недостаточно приведено мероприятием в этом направлении. И пользуясь случаем, хочу сказать, что вот наш гуманитарный штаб, херсонский штаб, который действует в городе Херсоне, мы такую работу начали делать и уже закупили первую партию габионов кортификационных, который дополняется пешком и можно устанавливать в таких местах скопление людей. Действительно, в этом есть большая необходимость. И нужно сместить экстерп как раз в сторону безопасности людей на улицах. В каком состоянии города, которые Россия регулярно обстреливает, на правобережье Херсон, щена Херсон, понятное дело, Береслав и города общины и другие населенные пункты, которые регулярно подвергаются атакам со стороны Российской Федерации. Какая там ситуация, сколько повреждений, насколько они масштабные, какая гуманитарная ситуация, что с коммуникациями, как люди выживают в принципе в этих городках и в Херсоне в частности? В самом вашем вопросе мы можем его поделить на две части. Это психологические, морально-психологические состояния городов и непосредственно населения, те, кто находится в городе, непосредственно выполняют те или иные задачи. Конечно, достаточно тяжелые. И я хочу вам сказать, что тут совсем другая атмосфера. Приезжая сюда, например, с отдаленных городов, радиуса 50 километров непосредственно в Херсон, тут по-другому течет жизнь. Это постоянная напряженная ситуация, постоянно напряженная психика, постоянное внимание и, скажем так, ощущение ситуации вокруг, прилетит или не прилетит, взрывы, выстрелы, и люди находятся постоянно в такой ситуации. Что касается инфраструктуры проживания и жизнедеятельности, ну, буквально там позавчера ночью была обстрелена одна из больниц городских города Херсона по самому зданию, которое облетело все паблики и каналы. Видно, вот так выглядит после каждого обстрела город или те или иные строения в городе, или та или иная часть инфраструктуры в Херсоне, ну, и всех других населенных пунктах, которые подвергаются обстрелу. Прямое попадание, ни одного целого окна, выбиты стены с одной и с другой стороны, повреждено оборудование, и это действующая больница, которая принимала пациентов и которая должна принимать на следующий день пациентов. И фактически часть персонала, часть людей, которые работают в городе, они заняты тем, что от одного обстрела к другому непосредственно приводят хоть как-то в рабочий вид те или иные сооружения или объекты инфраструктуры, подачи воды, электроэнергии, газа и тепла. Роман, учитывая, что вот ситуация уже который месяц в том же Херсоне, вот она вот, как вы описали, действительно постоянный страх обстрела, постоянная угроза, есть ли случаи, действительно, что херсонцы все-таки прислушиваются к призыву украинской власти выезжать все-таки из города в более безопасные места, или это все-таки одиночные такие случаи? Ну, если говорить о городе и общине, 320 тысяч населения до войны было в городе сегодня по разным оценкам, информации разных структур, это 50-70 тысяч людей, которые живут или работают непосредственно в городе Херсоне. И те, кто уже остался, это категории людей, которые, ну, или не могут, или не желают по разным причинам покинуть город Херсон, и они уже эвакуируются в случае, ну, непосредственной угрозы жизни или же, там, повреждению ихнего жилья, что там дальше невозможно жить. Многие семьи в пригороде, в Антоновке, Садово, в прибережной зоне, в району остров Нефтегавань, вот, они живут фактически все время в подвалах и большой часть времени проводят и живут. И, ну, вот ситуация такая, они остаются в городе, остаются жить, и многие из них это пожилые люди, это люди с какими-то дополнительными потребностями и, ну, и власть местная, и волонтерские структуры уже непосредственно работают с тем, чтобы обеспечить жизнедеятельность этих людей в первую очередь. Также большая проблема, мины российские, которые оставили после себя российские оккупанты, продолжают подрываться на декупированной части Херсонщины мирные жители на российских минах. Как проходит разминирование территории, сколько уже очищено от российских мин и снарядов и сколько работы еще предстоит сделать украинским саперам? Первое, работы предстоит сделать очень много, не на один год. Второе, непосредственно разминирование и гуманитарного разминирования, которое позволяет и жизнедеятельность на территории, которая разминирована, проводится в небольших объемах, потому что такое разминирование можно начать специализованными структурами только после того, когда враг откинул минимум на 20-30 килограмм в зону недосекаемости артиллерии, и тогда можно проводить разминирование. Большая часть декупированной территории находится под угрозой обстрела, и там невозможно проводить гуманитарное разминирование больших площадей территории. Те работы, которые проводятся, это объекты инфраструктуры, объекты подачи электроэнергии, это дороги, это населенные пункты непосредственно, пути передвижения мирного населения. Это такое оперативное разминирование как раз непосредственно для того, чтобы жители могли вести житедеятельность. Угроза подрыва для мирных жителей очень большая, и, к сожалению, фактически каждый день, а иногда даже по несколько раз на день, мы слышим о том, что подрываются и на минах, и на снарядах мирные жители Херсонской области. Роман, есть ли информация о ситуации в временно оккупированном Левобережье Херсонской области, какие там проводят действия российские оккупанты, какие их действия по отношению к местному населению, и, опять-таки, возможно, какая-то у вас есть информация? Ну, есть информация. Российская армия, она кроме террора ничего другого проводить не может, и она это продолжает делать. Они в панике в разных городах, по-разному действуют, паники и по-разному действуют, но они поставили, скажем так, дедлайн для мирного обеспечения по паспортам фактически, ходят по жилым домам и проверяют документы, угрожают, что будут стрелять, если не будет русских паспортов, русских бумажек. Они посещают мирным дителям, например, проводить торговлю на рынках, в городах и населенных пунктах поменьше. Снова же, нет русского паспорта. Есть, например, пример генический, когда отказались, ребенка с большой температурой, потому что в родителях нет русского паспорта. Таких случаев очень много. Если в Ютубинске живет человек, высадят все детские сады, школы, больницы, они на 95% действуют в интересах русской оккупационной армии. И там или находятся войска, или же надаются услуги по медицинской помощи, если мы говорим о больницах, по медицинской помощи, непосредственно военным, которые ранили наши вооруженные силы Украины. Ситуация сложная, мирное население тяжело выживает. И ждет, конечно же, наши войска и освобождение территории Украины, которые сегодня оккупированы. И, безусловно, это рано или поздно произойдет. Спасибо вам большое. Роман Головня, экс-заместитель городского главы Херсона, говорили о ситуации на Херсонщине.